Как техника изменит наш мир? Как мы изменимся из-за технологий? Изобретения, устройства и открытия, которые определят наше будущее. Вы смотрите проект Хайтек на телеканале Хабар 24. Я Иван Тулинов. Сейчас расскажем о самых свежих и интересных высокотехнологичных новостях. Сегодня считаем юзеров и едим. Робостоловая на Олимпиаде Китай удивляет внедрением технологий. Фейсбук теряет пользователей. Статистика соцсети все хуже. Сначала цена на акции, а теперь и количество юзеров. В смысле, все это уменьшается у Фейсбук. Материнская компания Мета недавно потеряла больше пятой части своей рыночной стоимости после того, как были опубликованы финансовые результаты корпорации за квартал. И на днях американский технологический гигант также заявил, что Фейсбук впервые за свою 18-летнюю историю столкнулся с падением числа ежедневных активных пользователей. По данным Мета, это число упало до 1 миллиарда 920 миллионов за три месяца прошлого года. Для сравнения, в предыдущем квартале показатель был равен миллиарду 930 миллионам. Мета, которая также управляет Инстаграм, заявила, что рекламодатели проинформировали ее о том, что рост инфляции и нарушение цепочки поставок наносят ущерб их бюджетам. Корпорация также сталкивается с растущей конкуренцией за пользователей, в первую очередь, с TikTok. Вредит статистике и продолжающийся спор между социальными платформами и Apple по поводу настроек конфиденциальности устройств, из-за которых рекламодателям стало труднее понять свой рынок. Изменения в этих правилах яблочной корпорации могут привести в 2022 году к потерям доходов Мета до 10 миллиардов долларов. Роботы кормят журналистов на Олимпийских играх. Китай в очередной раз доказал, что является одной из самых передовых стран в плане технологического развития. Ведь здесь новые разработки не просто презентуют, а довольно быстро внедряют и начинают повсеместно использовать. Жареные блюда национальной китайской кухни, пельмени, гамбургеры и просто картофель фри — всё это готовят роботы-повара, что трудятся, не покладая своих роборук, в главном медиа-центре зимних Олимпийских игр в Пекине. Они готовы обслуживать голодных журналистов хоть круглые сутки. Посетители этих кафе заказывают эту еду, сидя за столом. И не сходя с места, получают её. Тарелки спускаются буквально с потолка. Так, кроме того, обеспечивается социальное дистанцирование, меньше передвижений в помещении, меньше вероятность заразиться коронавирусом. Роботизированная столовая, как и другие объекты здесь спроектирована таким образом, чтобы свести к минимуму взаимодействия между людьми внутри замкнутого пузыря Олимпийской деревни. До Винчи в современности. В Берлине открылась выставка, на которой работы Леонардо представлены в цифровом виде. Также организаторы предлагают осмыслить наследие великого итальянца с точки зрения развития нынешних технологий. На этой выставке с помощью высоких технологий были воплощены две самые известные картины в мире искусства. Арт-шоу позволило посетителям взаимодействовать с Моной Лизой и персонажами Тайной вечери. Мы можем взять вас в путешествие по гениальному разуму до Винчи и поразмышлять. Скажем, до Винчи просыпается сегодня 500 с лишним лет спустя. Чтобы он подумал о технической революции, как бы он рисовал свои картины, какие бы технологии он использовал. Мы занимаемся архитектурой, и мы нашли способ объединить все, что мы делали в последние годы в один проект. Получилось захватывающее интерактивное шоу. Мы используем много цифровых технологий. Также очень важен саундтрек. Все элементы объединены. На сегодня все. Смотрите проект Хайтек на телеканале Хабар 24. И помните, мы с удовольствием расскажем о ваших изобретениях или хайтек-стартапах. Напишите нам. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok